Мне позвонила женщина-заявитель, она обращалась ко мне ранее, то ли в 18-м, то ли в 19-м году, я сейчас не помню точно, чтобы я написал для нее историю преследования на политическое убежище. Но я отказал ей, мы подобными противозаконными вещами никогда не занимались. Я предложил ей купить книгу, там как раз вот 10 историй изложены, и посмотреть, как примерно нужно написать свою историю. Но она сказала, что ничего не понимает, и писать не умеет, и ей проще купить историю. Она купила историю, предложений сейчас же ведь достаточно много, Ее вызвали в конце июля вот этого года, ну вот сейчас, на интервью, и сразу же офицер заявил ей, что история вымысел, так как в их базе данных уже есть такая подобная история. Думаю, что понятно, что убежище ей не получить уже никогда, да и иного законного статуса в США тоже она не получит. Заказывать написание кейсов на политическую убежище у компаний, которые обещают все сделать за вас, рискованно по нескольким причинам. Во-первых, такие компании часто находятся под наблюдением властей США. Власти довольно грамотно отслеживают подобные компании и не закрывают их сразу, а следят за людьми, которые обращаются в эти компании. Клиенты этих фирм могут столкнуться с длительными допросами при пересечении границы, проверкой их визовых аккаунтов и переписок. Это может привести к депортации и отказу во въезде в страну. Уже неоднократно народ разворачивали. Поверьте, это действительно так. Проверяется все довольно элементарно. Туристы от неожиданности просто мычат, не могут ничего в ответ сказать и с унылым ведомым отправляются в обратное путешествие. Во-вторых, кейсы, написанные такими фирмами, обычно имеют общий шаблонный характер. Такие истории уже по много раз продавались, подавались в службу гражданства и эмиграции. Иммиграционные офицеры и иммиграционные судьи легко при нынешних технических возможностях проверяют, распознают эти шаблоны. Эти компании просто меняют имя, некоторые детали, что никогда не сделает ваш кейс уникальным и убедительным. При обнаружении это абсолютно точно приводит к отказу в предоставлении убежища и последующей депортации. Ну и в-третьих, такие вот помощники позже начинают вымогать деньги с заявителей. Они нередко угрожают, что придадут огласке факт, что ваш кейс выдуманный, если заявители не захотят оплачивать им еще какие-то суммы. В одном из своих видео я рассказывал, как с нашего друга именно так вымогали деньги. Подача на политическое убежище возможна только один раз. Если ваш кейс будет отклонен из-за мошенничества с вашей стороны, восстановить репутацию будет, ой, как сложно. Это может закрыть все шансы на иммиграцию. Для успешного кейса рекомендуется писать свою личную историю самостоятельно. Вы можете консультироваться с нами для правильной структуры и оформления документов. Важно собрать реальные доказательства, подтверждающие ваши слова, документы, фотографии, свидетельские показания, другие материалы. Наша деятельность, например, законна. Лучше инвестировать время и усилие в создание подлинного своего убедительного заявления, которое будет отражать именно вашу личную историю обстоятельства, вашего преследования, чем покупать за огромные деньги шаблоны. Не рискуйте своим будущим, обращаясь к каким-то мошенникам для подготовки кейсов на политическое убежище. Не знаете, как написать историю? Прочтите мою книгу «Пошаговое руководство для получения политического убежища». «10 историй успешных кейсов». Для заказа книги пишите на наш мейл. Вот сюда. Всем удачи. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok